В воскресенье в охваченной беспорядками Венесуэле голосовали за национальное собрание. По планам президента Николаса Мадуро оно займётся изменением Конституции страны. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, свои голоса отдали около 8 миллионов человек, то есть 41,5% избирателей. А сам Мадуро сказал, что вместе с голосованием начинается новая эра борьбы с экономическим кризисом. «Оппозиция выбора не признаёт. Она говорит, что путём изменения Конституции президент хочет сконцентрировать всю власть в своих руках. Пока в парламенте страны большинство у оппозиции». «Мы не признаём этого сфабрикованного процесса. Для нас это полный ноль. Этого не существует. Мы будем продолжать борьбу, пока они не восстановят конституционный порядок и демократию, пока не обеспечат венесуэльцам их права». Выборы также не признают многие страны мира, включая Испанию, Канаду, Колумбию и США. Администрация Дональда Трампа также рассматривает возможность ввести в отношении власти Венесуэлы санкции. Она назвала воскресные выборы шагом в сторону диктатуры. В ответ Николас Мадуро заявил, что намерения Вашингтона ему безразличны. Он призвал будущую Национальную ассамблею объявить в стране режим ЧП. Массовые протесты, вызванные экономическим и политическим кризисом, продолжаются в Венесуэле с апреля. За это время в результате стычек с полицией погибло около 120 человек. При этом в день голосования жертвами стычек стали не менее 10 венесуэльцев. То есть это был самый смертоносный день за время протестов.